всем привет меня зовут валерия я партнер компании атоме на данный момент я прохожу обучение в нашей команде империя бизнеса онлайн и у меня такое задание нужно рассказать о страхах о возражениях людей когда их приглашают в моем компании для меня самый большой первый страх был это то что у меня не получится это не моё я не смогу у меня не получится вот я помню когда я первый раз пришла в малом компании это было больше десяти лет назад когда заходила на российский рынок новая компания ну тогда вообще как бы это было да все новое то есть проект практически никто на тот момент если слышали то очень мало никто не слышал вот заходила компания да я попала меня пригласили на встречу приходи там как бы побеседуем там вот расскажем очень интересную информацию да и я пошла ну там как бы были люди были они красиво там одеты да там как бизнесмены для меня это было очень как бы удивительно вот и они рассказали о хорошей до идеи то есть на тот момент мне это все понравилось меня это очень воодушевило я согласилась то есть я зарегистрировалась в этой компании и начала свою работу ну как бы мне там подсказывали что нужно делать то есть я там пыталась составить список приглашать каких-то людей никаких то там на тот момент нужно было составить список своих знакомых всех абсолютно вспомнить даже тех с кем саду на горшке рядом сидел вот и приглашать их ну в общем кого я могла я приглашала и получается приглашала приглашала ходили мы на встречи ходили мы к людям домой да тогда это как бы так было так сетевой строился ходили кому-то домой пока как бы группу были маленькие вот и люди смотрели на все на это с недоумением а с большими круглыми глазами в конечном итоге говорили что ой нет мне это не нужно это что-то такое то финансовая пирамида это что-то страшное вот и как бы отказ за отказом отказ за отказом и я потеряла веру во все будет боялась выходить что-то рассказывать потому что мне казалось что я так не смогу я не смогу ну то есть мне отказывали и я думала что я не смогу за собой вести людей я не смогу вот выйти вот так же выступить я не смогу выйти вот так красиво объяснить маркетинг план нет это не моё это не для меня и в общем то да у меня закончилось все так печально что я решила что это не моё и я от этой идеи отказалась но на данный момент сейчас я как бы получается повторно пришла в новую компанию который мне очень симпатизирует который мне нравится и условия и команда замечательная все друг друга поддерживают вот и получается я пропустила большой промежуток времени в развитии сетевого и на данный момент все настолько изменилось прям глобально все поменялось я так скажу то есть не нужно никуда бегать там с авоськами из каталогами и с этой доской маркетинга и никому там никого не надо там приходить до звать куда-то на те встречи на которые люди они сейчас уже не хотят идти просто ни на какие встречи меня есть знакомая она говорит что ну дает наверное занималась в сетевой компании но не на какие встречи я ходить не буду то есть вот так вот ну так вот сейчас не надо ходить там на встречи ни на какие сейчас все проще сейчас все работают в интернете да я это говорю к тому что мой страх он стал как бы мизерным то есть футон просто испарился на данный момент я работаю получается в интернете я зову я приглашаю людей ну которых наверное и не знаю да получается которые уже видя как бы общаясь со мной да они уже понимают куда я их зову и то есть люди идут уже готовые на то чтобы работать я никого не принуждаю да то есть либо да либо нет и в этом большой плюс получается что мы зовем людей которые не являются нашими родственниками не являются нашими близкими друзьями которые отказы которых мы не будем пропускать очень близко через себя поэтому в этом отношении все стало проще не нужно нигде ходить там в нарядных костюмах до строгих можно также как я сейчас да проговорить что-то перед камерой и отправить это человеку и он уже будет понимать что вообще происходит то есть я я говорю о том что все сейчас проходит намного проще каждый сможет каждый сможет строить свою свой бизнес а собирать свою команду тем более что в нашей компании сейчас очень отличное обучение по этому поводу проходит все пошагово все поэтапно все объяснило досконально то есть все очень легко все очень доступно каждый сможет несмотря на возраст несмотря на образование несмотря на временные ограничения я считаю что сейчас строить бизнес а в моем компании очень доступно хочу рассказать еще про одно возражение еще один страх часто часто говорят что предлагаешь бизнес часто говорят что у вас тут надо что-то покупать что-то вкладывать у меня нет денег на это я на это возражение частенько отвечаю так что да у нас продуктовая компания да чтобы получать вознаграждение от компании нужно пользоваться ее продуктом да для того чтобы уметь рассказать о продукте тем более что он если он качественный да если он классный вы должны его попробовать понять что он действительно качественный и действительно классный и тогда если он вас воодушевит вам вы как бы с более легким сердцем с более легкой душой будете рассказывать людям вы будете понимать что вы не пропихиваете какую-то какую-то гадость за которую потом стыдно будет то есть один раз толкнул как говорится и хорошо на этом и все вот нет надо обязательно попробовать продукцию для этого обязательно ее нужно купить опять же если компания ну вот как у нас да продукция повседневного пользования то почему у вас нет денег на это ну каждый пользуется зубной пастой каждый пользуется зубной щеткой ну каждый стирать свои вещи пользуется порошком каждый пользуется мылом или гелем для душа да каждый моет голову то есть не без этого почему бы вам не потратить свои деньги там в каком-то магазине около дома да перестать там покупать а купить в этой компании которая тем более что предлагает отличные условия да вам еще как бы за то что вы пользуетесь продукцией вам будут выплачиваться как бы бонусы вознаграждения да это вообще очень здорово вот говоря о том что у меня нет денег на это у меня также еще возникает такая ассоциация я как бы сама бизнес на земле не вела но я очень часто слышу от людей то что бизнес на земле он тоже не приносит быстрый доход прям вот ежеминутный да но при этом надо еще и вложить кучу денег вы вложите столько а потом еще неизвестно пойдет у вас бизнес или не пойдет то есть он может не пойти и получится что вы потратили уже вы вложили многое вы это потеряли это риск а тут в такой компании допустим как атоме вы вкладываете только в продукцию которую же сам которую же сами и пользуетесь то есть нету необоснованных рисков нету бешеных там вложений да абсолютно бесплатная регистрация что что вы теряете на что у вас нет денег у вас нет денег на то чтобы учиться развиваться и строить свою команду строить свой бизнес как-то улучшить свое материальное положение у вас на это нет денег я не понимаю меня это иногда очень даже как бы ну смущает я тоже не миллионер в данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком государство нам платит как бы копейки на данный момент мне выплачивается 50 рублей в месяц ну смешно да согласитесь но при этом я знаю что я могу в своей компании купить зубную пасту зубную щетку порошок то что чем я пользуюсь каждый день я в любом случае буду это покупать я хочу купить качественную продукцию я вкладываю деньги в это я вкладываю деньги в свое будущее так скажем поэтому ребят не говорите что у вас нет денег ну что вы не можете не хотите не можете покупать ну это же смешно вот на самом деле иногда вот действительно доходит до смеха ну что вы зубы не чистите еще один топовый страх еще одно топовое возражение про которое бы я бы хотела поговорить это когда боятся что смеют да ну перестанут общаться смеют вас осудят ну из-за того что чем вы занимаетесь из-за того что вы работаете в сетевой компании у меня тоже был этот страх очень сильный причем как бы это было давно тогда в общем то получается я зарабатывала у меня была хорошая зарплата то есть ну какой-то было так скажем ну какой-то статус да и получается мне казалось что этот статус утеряется то есть люди перестанут уважать люди будут смеяться надо мной люди будут крутить пальцем около виска люди перестанут со мной общаться ну как бы такой вот страх был на самом деле да в некоторых случаях так и произошло я приглашала людей они потом так скажем убегали от меня у меня была ну вот даже сейчас вот мне запомнилась история я до сих пор помню у меня была в колледже очень хорошая подруга мы с ней как бы ну так скажем сидели за одной партой да очень хорошо общались там вместе занятия шли домой и в общем было всегда о чем поговорить и потом спустя буквально 4 года да когда я ее позвала в свой проект на тот момент да новый совсем она ну во первых она сначала сказала что да я приду по факту она не пришла и на телефонные звонки мои больше она не отвечала вот меня это на тот момент очень сильно расстроило и это наверное был край так скажем ну то есть последняя капля которая подняла бурь вот и меня как бы склонило это в отрицательную сторону против сетевых компаний вот на данный момент я ну поменяла наверное свое суждение об этом и я считаю что те люди которым мы действительно дороги те люди с которыми мы тесно общаемся они в любом случае останутся с вами да может быть вы их там если вы их будете задалбливать там давай давай пойдем ну тут каждый да как бы скажет сумасшествие какое-то вот наваждение зачем мне это все нужно да если вы хотите пригласить вы пригласите но я считаю что родственников и близких знакомых их таких как даже одноклассников да там детсадовских каких-то знакомых их нужно звать уже тогда когда у вас будет хороший результат когда они увидят что что вы чего-то добились в ином случае звать бесполезно вы для них не партнер вы для них не бизнес человек вы для них просто друг подруга дочка там я не знаю какое-то такое положение да которое вот вы поддержите каждый день то есть вы не бизнес партнер и пока вы не умеете себя преподнести для этих людей как бизнес партнер пока вы новичок в этом во всем не стоит стараться ну вы можете конечно для успокоения себя предложить им что да у меня сейчас вот есть классный проект я просто переживаю что вдруг у меня там что-то потом получится а ты на меня обидишься что я тебя даже не позвала я тебя обременять не буду если ты согласишься да ты молодец пойдем я буду рада этому очень но если ты не согласишься мы так же остаемся там отличными подругами или там друзьями или там знакомыми и так же будем продолжать просто общаться как и раньше не надо не задалбливайте и те люди которые ваши они всегда пойдут с вами те люди которые вас увидят именно того человека который способен их привести к результату они пойдут с вами для того чтобы люди за вами шли нужно учиться нужно проходить нужно читать книги проходить какие-то обучения то есть и со временем когда вы начнете правильно общаться правильно излагать свои мысли сможете рассказать о компании да достойно и правильно люди за вами пойдут и близкие и знакомые и друзья то есть есть те люди которые будут с вами так что не переживайте что вас кто-то осудит тот кто вас осудит тот значит не достоин быть в вашей жизни значит это не ваш человек я хочу поговорить еще об одном возражении это о том что когда человеку предлагают построить свою команду да поработать в моем компании он говорит у меня на это нет времени ну я не знаю с каких конечно соображений человек так отвечает вернее я знаю буквально еще года два-три назад да я бы тоже наверное ответила на такое предложение сказала бы ой нет времени я не смогу я постоянно занята но дело в том что сейчас я понимаю что этого времени никогда и не будет если вы не будете выделять на что-то на свое развитие да на то что вы чего-то хотите вот у вас есть какое-то желание но вы постоянно на это не находите времени если вы сами не найдете на это времени не выделить его и не будет никогда да я просто вспоминаю что когда я работала я сейчас нахожусь просто в отпуске по уходу за ребенком вот и когда я каждый день ходила на работу я была настолько занята я оставалась после работы да два там три часа могла оставаться это не потому что я там в течение дня я лентяничала да потом сидела дорабатывала то что не успела это потому что был объем работы настолько большой что мне приходилось чтобы на следующий день вся эта работа не переносилась я могла спокойно заняться новыми делами я оставалась вечером доделать то что днем еще навалили на меня да и так было частенько очень часто вот за это никто мне не доплачивал но я находила на это время на то чтобы посидеть на работе два-три часа и как бы для меня это было в порядке вещей при этом так скажу что особо развития никакого я там не получала плюс знала что повышение меня то не особо ждет там то есть вот я сижу на своем рабочем месте да я сижу вот на своей должности и как бы скорее всего просижу тогда пенсии но при этом я старательно работала вкладывала свои силы нервы в то чтобы успеть все ну соответственно оставалась на работу то есть у меня на это было время у меня было время на то чтобы выходить в выходные нас частенько привлекали да мы выходили в свои выходные работать на это тоже у меня были было время я находила его да мне ну я как бы не могла отказаться то есть это прописано в моем договоре но я хочу сказать что жизнь она проходит мы ее прожигаем вот так вот бесценно получается вот и раз мы находим на такие вещи время то почему мы не можем найти время на свое саморазвитие на улучшение своей жизни я думаю можем это наше желание нужно просто захотеть ну и плюс я еще хочу рассказать о том что вернее сказать о том что мы то находим время на то чтобы посидеть в интернете сейчас все да постоянно находятся не постоянно но если появилась свободная минутка мы находимся в интернете ой нужно посмотреть кто нам что написал какой лайк нам поставили или еще что то в этом роде вот плюс у нас дома всегда находится время на то чтобы полежать там на диване расслабиться и посмотреть какой-то фильм да ну или какая-то такая еще какое-то препровождение времени такое как бы пассивное не дающие никакого развития так вот вы можете сократить немножко время просмотра фильмов да вы можете проводить время в интернете с пользой то есть сейчас в основном вся работа в млм компаниях идет через интернет сети поэтому вы можете работать в сети при этом как бы польза будет и удовольствие для вас вот то есть найдите время сейчас на то чтобы развиваться на то чтобы улучшить свою жизнь на то чтобы в дальнейшем у вас было время на то чтобы отдыхать на то чтобы уделять время своим семьям на то чтобы вообще видеть жизнь вокруг себя то есть ложите немножко сейчас постарайтесь двиньтесь к своим целям чтобы потом жизнь была лучше в заключение хочу вам сказать что если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал со временем я буду рассказывать еще какую-то новую информацию возможно вам она будет интересно всем пока